парни джентльмены всех приветствую снова своем гараже снова у нас мото тематика привезли вот такой вот susuki intruder 1800 привезли на тестичный тюнинг на ремонт на обслуживание вот такой вот красавчик 2007 года выпуска он вот 2007 года 18 v-образный двигатель такой у него сзади лютое колесо размер его сейчас я вам скажу 280 35 18 на кардане кстати нужно будет заменить нам масло в редукторе это один из пунктов потом здесь у него где-то он говорил под крышкой вот здесь вот скорее всего где-то как бежит масло на вот она вот нужно будет уплотнительную резинку здесь поменять потом вот эта ножка на вот вся поржавела ее нужно будет обчистить дошкурить все и думать в черный цвет вот в такой вот в целом принципе замечанию владельца больше нету нужно будет поставить поворотники здесь у него сзади вот стоят какие-то но он и наша задача поставить сюда поворотники спереди у него поворотников то есть владелец его купил и поворотников здесь не было но он сказал что провода наперед лежат под сиденьем то есть они как бы запитаны на задние поворотники через реле скорее всего так понимаю сейчас мы включим задние поворотники это левый это правый так задние работают вот такой вот ну как такого здесь ремонта глобального нету мелкосрочный ремонт здесь и плюс установка сигналов поворотника спереди и сзади а плюс будет у нас замена колодок снял и передней колодки открутил передний суппорт вот он колодки у нас уже демонтированы вот его колодки это можно сказать одно название накладки здесь уже стерлись ставить будем оригинальные феродовский вот такие вот брендовые ферода и вот у нас поворотная группа в общем назад у нас будут стоять они металлические вот такие вот это у нас пойдут два поворотника назад и два поворотника пойдут вперед чтобы их сюда установить нам нужно придумать какой-то кронштейн сюда скорее всего это предполагаем мы будем вот ну от этого крепежного болта будем сюда выводить кронштейн вот так вот и вот таким образом у нас будет стоять передний правый поворотник достаточно они такие металлические хромированные хорошие поворотники вот таким вот образом и думаю мы где-то это все дело реализуем наперед назад назад мы здесь у нас уже есть технологические отверстия вот они вот как раз таки сюда вот они и встанут вот таким вот образом здесь хром и тут хром будет достаточно красиво смотреться так ну давайте посмотрим что там за провода вообще по пардон дырочку так как бы теперь это сделать вот так вот сейчас мы сделаем так это ладно поставим вот я вижу провода но это какие-то блин строительные провода ну я не знаю тут все на изоленточки как положено изолента везде скорее всего вот эти провода мы будем менять потому что такой лайфхак меня не устраивает их нужно в кофры пролаживать аккуратненько вот так вот парами под баком куда вывести аккуратно незаметно и сюда установить вот этот барахло я скорее всего здесь не буду оставлять строительные бытовые провода можно здесь все сделать по фэншую чтобы все было аккуратно в гофре кинем у сюда все по-нормальному как должно быть через кофры через пропайку через кембрики в общем вот такая вот работа в двигателе масло он заменил владелец фильтр помененный по двигателю что сказать сухенький чистенький никаких замечаний тут я не вижу вот подтек надо будет потом эту сторону наклонить посмотреть откуда все-таки сыт масло резина в принципе еще живая тормозные диски без выработки пытаемся его запустить так не так горит 21 800 пробег ну рычит он знатно а а а Продолжение следует... 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 Так вот его... Покрасил... Ну и в принципе... Система работает... Немножко по длине... Он был длинноватый... Поэтому пришлось... Регулировочный винт... Вот так вот... Открутить достаточно... Ну... Не на максималку... Ну практически на максималку... Свободный ход... Здесь имеется... То есть... Вот такие вот пирожки... По Сузуки... В принципе... И вот... Проблема вот с тросиком... Ёлки-палки... Никак не могли подобрать тросик... Где я только не искал... Нету... Просто нету его... И всё... Поэтому тоже... Он уже практически готов... Осталось нам... Промыть бак... Сейчас владелец привезёт ключи... Я открою крышку... Промою бак... Полностью... Чтоб он был чистенький... Потому что там внутри есть мусор в баке... Промоем бак... И... Наверное... Завтра... Послезавтра... Его будем отдавать уже... Потому что владелец ждёт... Не дождётся... Проблема была с карабасом... Проблема была в общем... С... Копирным валом... Немножко он там... Подизносился... И... Плохо включалась нейтральная... Сцепление здесь стоит новое... В прошлом году мы ставили... Подправили... Дорожки копирного вала... Сняли вот эти вот завалы... И... Углы... Где была выработка... И... Более-менее... Сейчас всё вроде бы у нас работает... Пока занимаемся... Интрудером... В общем... Всё... Пасаны... Вот такой вот... Видосик маленький... Ну это не видос... Это скорее всего... Обзорчик... На ту технику... Который к нам заезжает... В мотосезон... Работа идёт... Парни... В общем... Вот так это получилось... Уложил я всё в гофры... Заизолировал... Так вот она пошла гофра... На хомутиках... Туда-туда-туда... Тунды-тунды-тунды... Пошла вон там... Пошла по раме аккуратненько... Сюда-сюда... Здесь она вышла отсюда... Вот... Тут тоже на хомутиках... Я её и пропустил... Вот сюда вот... И вывел вот здесь... Тут внутри... Провод у меня... Четыре провода... Вот вывел сюда... И здесь у нас пойдёт... Раздвоение... Раздвояется... Налево... И направо на поворотник... Также подхомутим их... Здесь... Надо будет сейчас... Переднюю вот эту вот... Консоль фары снять... В общем-то как-то так... Ну и походу пьесы здесь... Когда снимал эту крышку... Там видно, что вот такие идут там... Шестигранники... На четыре... И в них сбита резьба... Короче... Не знаю... Как так получается... Как люди могут там... Сбить резьбу... Ну в общем... Как есть, как есть... Это печально... Вот здесь вот отсутствуют... Две клипсы... Видать... Кто-то тут до этого ковырял... У ребят... Не хватило клипс... Тут у нас... На шесть... Сейчас мы-то туда и поставим... Клипсы-то... Вот они... Или вот эти подлиннее поставить... Так... Наверное, вот эти пойдут... Так... Ну-кась... Ой... Как дома... Как будто бы они здесь и были с завода... Раз... Раз... И вот всё по красоте... Ну... Так... Гофры тут... Всё заизолировано... Всё аккуратненько... Всё чинно-благородно... Всё по фэн-шую... Теперь... Будем... Задача номер два... Изготовить сюда вот кронштейны для крепления... Сигналов поворота... Что-то нужно тут, блин, приколхозить сейчас будет... Что-то нужно будет сделать аккуратненько... Как-то вот так это всё дело... Спрятать, чтобы оно... Было и видно... И с другой стороны и не видно... Да... И видно и не видно... Это про вода что... Я вообще не знаю... Не могу предположить... Но не какие-то вот здесь вот... Опалённые... Оплавленные... Что за херня, а? Ну вот как... Кто сюда что намотал? Хотя бы заизолировали их, что ли? Что тут было, я не могу... А мы сейчас это дело... Проверим... Так... Пошла жара... Пошло питание... Сейчас мы... А... Зачем нам мультиметр? Где моя контролька? Сейчас мы контролька джахнем... Так... Куда нам намасу-то прилепиться? Блять... Ну... Плюс сюда не приходит... Блин... Ёлки-палки... Как неудобно... Одной рукой это всё делать... Ёлки-палки... Лес густой... А-а-а... Сюда плюс приходит пацаны... Смотрите... Плюс-то приходит сюда... Значит это дело нужно заизолировать... Ё-кты-гдык... 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 Ладно... Теперь мы понимаем... Что туда приходит питание... Ну и всё... Сейчас будем делать кронштейны для поворотников... Всё подсоединим... И по концовке я вам покажу что получилось... Так парни... Как вам мой видон? Тоже кстати плащса ветки... А у нас на улице дождь идёт конкретный... Уже второй день блин... Так что выходил к таксисту... За посылочкой... Пришли к нам задние аморты... На этого малыша... Сейчас мы с вами вместе их и откроем... Сейчас у нас будет... Распаковки на Скоряпкин... Так... Ну-кась... Вот они... Вот они... Смотрите... Даже у нас ключик есть к ним... Регулировки... Пружина... Брелочек даже положила нам Кристина... Ну-ка... Вот такие вот амортики... Вот такие красавцы к нам прибыли... Вот такие красавцы... Вот такие красавцы... Чуть-чуть длиннее шину... Ладно... Мы это отрегулируем... Ничего страшного... Амортизаторы... Вот такие вот амортизаторы... Вот такие вот амортизаторы... И все... Амортизаторы установлены... Вот так он стал... Выше... На сантиметров 5... Ну... Никакого залома... Ничего нету... Педаль тормоза... Адекватно... Цепь адекватна... Никакого излома нету... Все работает... Но стал он выше... Немножко пришлось подложить шайбу... Здесь под трубу... Чуть-чуть отодвинуть трубу... Вот это вот крепление... Рогатку... Чтобы болт у нас... Не задевало по... Глушитель... Немножко пришлось глушитель сдвинуть... Ну там буквально на... Буквально на сантиметр... Ну и все... Так... Вывел уже... Провода... На интрудера... Сейчас... Покрасил кронштейны... Изготовил... Блин... Часа два... Ушло наверно... На те кронштейны... Гребаные... Так... Парни... Процесс установки колодок... В общем... Старые колодки... С левой стороны... Тоже демонтировал... Они вот так вот выглядят... Тоже достаточно уставшие... Ну стоят здесь... Фирменные колодки... Вот... И мы ставим сюда... Ферода... Феродовский... Тоже вот есть... На всех... Фирменных колодках... Есть... Номер... Индификационный... Порт номер каталожный... Все как положено... То есть... Это говорит о том... Что... Колодки... Плюс-минус... У нас... Ну не плюс-минус... Они идут у нас оригинальные... Феродовские... Made in Italy... Вот... Сейчас будем ставить... На правую сторону... На левую... На правую сторону... Я уже установил... Сейчас будем ставить... На левую сторону... Вот... То есть... Если ставить какую-то... Китайскую паль... То... Обычно... На них никакая... Циклограмма... Никакой... Аббревиатуры... На них не присутствует... Ну и по качеству... Тоже можно определить... Хорошие... Так... Колодки... Либо нет... То есть... Хорошую... Фирменную вещь... Сразу... Видно... В общем... Вот такой вот... Процессик... Надо... Парни... Если кому интересна цена... Этих колодок... Вот... 30 тысяч... Пара... Получается... Спиры... Идут 4... Колодки... Получается... Наперёд... У нас... 60 тысяч... Такая ценовая политика... Китайцы есть... По 10 тысяч... По 8 тысяч... Там есть... По-моему... Ну там вообще... Тотальный хлам... Поэтому... Ставим... Фирода... Ну давайте... Я расскажу... С какими проблемами... Я столкнулся... При установке задних... Поворотников... В общем... Вот его... Китайские... Какие-то... Поворотники... Здесь... Внутри... Под вот эти... Под вот... Пластмасской... Имеется вот такой штуцер... Внутри на нём резьба... Шаг полтора... Восьмёрка резьба... И... Вот эти китайские... Были просто... Приклеены... Вот на этот пластик... На... Вот этот вот... Силикон... Или что... Короче... По идее... По-нормальному... Должно было быть... Что... Вот эти поворотники... Они как раз таки... Вкручиваются... Вот... Туда... Специальный кронштейн... Заворачиваются... Вот... Но они были... Не завёрнуты... А были просто... Прикреплены... На вот этот вот... Спермоклей... К пластмасске... Что мы сделали... Поскольку там резьба уже такая... Неясная... Пришлось мне вот... Метчиком... Леркой... Туда... Прорезать резьбу... И по-нормальному уже установить их... То есть сейчас они стоят... Достаточно крепко... Даже можно на них наверно вставать... Поэтому вот с этими трудностями я столкнулся... Тоже вроде бы... Дело пустяковое... Поменять поворотники... Но... В итоге тоже... Пришлось потратить часа два... Вот такие вот замечания... Так... Ну теперь... Вот видите... Какая здесь длинная резьба... Вот эта вся резьба заходит... Как раз таки туда в штуцер... Ну вот такие вот проблемки... По ходу дела... Так... Ну ладно... Сейчас затягиваем вот эту... Заднюю крышку... Ставим заднюю вот эту вот... Консоль... В принципе здесь все вот... В рубашке... Все... Все зажгутовано... Все как положено... Это что еще за чудо... Капец он троит... Пердит... Не едет... Даже не троит... Он одни едет... На одном цилиндре... Блин... А... Ну все... В принципе... Где этот шестигранник... Гребаный... Гребаный... Вечно куда-то девается... Так... По ножкам... Вот так вот выглядит ножка... Вот такая она ржавая... Верено нам было их покрасить... Вот я... Правую ножку уже... Зачистил... Вот... Теперь нужно... Левую зачистить... И покрасить... Видите она какая ржавая... То есть... Владелец пожелал... Чтобы мы их покрасили... Чем мы собственно говоря... И занимаемся... Так... Время у нас уже полдвенадцатого ночи... Привезли пациента... Привезли... Семьсот восемьдесят этих орлей... В общем... Причина говорит... Заводится... Включаешь скорость... Но он говорит... Не едет почему-то... Ну... Что парни... Немножечко отмыл... Протер... Конечно... Можно было сделать здесь... Чистку хрома... И т.д. и т.п. Но... Владелец... Сказал... Пока не надо... В общем... Ну... Я так как мог... Протер... Начистил хром... Ну... Так... Без пасты... Без ничего... Ну... Получилось достаточно... Хорошо... То есть... Он стал... Ну... Всю пыль стер с него... В общем... Вот так вот... У нас выглядят поворотники... Сейчас... Вот они... Вот такие... Тут есть... Есть... Готовил... Вот такие вот... Кронштейны... Покрасил их... Вчера... Вот так это все выглядит... Ну... Больше никак... Сюда ничего не придумаешь... И... Зад... Тоже вот такие же... Только с желтыми... С желтыми стеклышками... Элементами... Ну... В принципе... Все работает... Давайте включим левый поворот... Правый поворот... Отлично... Ну... Колесо тут конечно... Адское... Так... Поменяли мы колодки... Покрасил я... Подножки... Вот так они сейчас выглядят... Правая... Левая... Блин... Ну... Ну... Хотя ему наверное так привычнее... Но я бы ее... Все-таки ниже бы опустил... Чтобы... Носок не задирать... Чтобы... Носок не задирать... А... Надо сцепление выжить... Все у нас здесь загофрировано... Тормозные колодки новые... Тормозные колодки... Но распогодилось у нас Солнышко хоть вышло Солнышко хоть вышло Ну колесо тут конечно адское Заменили масло в редукторе задним Вот Здесь вообще по идее должны стоять Декоративные крышки Вот такие вот Тоже никелированные Треугольные такие красивые И вот этот фильтр нулевого сопротивления Он должен стоять меньше Тут получается уже Немножко приколхозили И поставили такие нулевики И крышки куда-то делись Непонятно Ну ладно А кстати нужно будет Вот сюда вот поставить Винтик Ну все В принципе поворотники Смотрятся достаточно эстетично Эргономично Крепления вообще Прям сливаются с краской Короче вот такие вот пирожки Ребята 883 Тут проблемы со сцеплением Вчера ночью пригнали Так Блин Ну Без Как говорится Историй Тут не обойтись В общем уже думал Завершу видео По этому интрудеру Единственное Что мне осталось здесь сделать Это Нужно было Вот сюда вот Прикрутить болтик Винт Я уже об этом говорил То есть он вот так вот стоял там Ну ладно Вот так он стоял И одного винта не хватало Ну я думаю Ладно Откручу этот винт Посмотрю длину И Привинчу туда Такого же плана болт Это все вот так было Я это дело откручу Вот так вот снимаю И внутри обнаруживаю Две гайки На шесть Вот Блин Ну это как говорится Русская рулетка Потому что Отсюда идет Забор воздуха Мотор забирает воздух Для смешивания С бензосмесью При любом колебании Пусть это будет Кочка Там либо неровная дорога Эти болтики Вот так вот тут болтаются И один из них может Или два Они могут залететь туда И под действием того Что Воздух все таки Всасывается в двигатель Есть Большая доля вероятности Что вот эта Одна Одна из гаек Может засосаться В дроссельную заслонку И туда Воздухом засосет И она попадет В клапанную группу И натворит там делов А еще хуже Если она проскочит Через клапан И попадет в цилиндр Это маловероятно Но Возможность есть Ну Это приведет К очень большим К очень большой трагедии Вот Даже печальной трагедии Можно сказать Поэтому Блин Я не знаю Чем руководствуются Люди Которые все это дело Мастерят Таким вот образом Вот Это заведомо Как говорится Бомба замедленного действия Где-то пойдет колебание Вибрация Это все там болтается Вот так вот На кочке туда подскочит Залетит сюда Где-то еще одна кочка Откроешь газ И ее туда Втянет Двигатель ее втянет в себя И все И кирдык пришел В твоей цилиндропоршневой группе Вот такие вот Вроде бы прикрутить болтик Нужно было А в итоге Обнаружили Бомбу замедленного действия Которая может привести К Очень фатальным Трагическим И Очень дорогим ремонтам Вот так вот ребята Так С правой стороны Такая же история Эти вот нулевики Не родные Это я так понимаю Какой-то кастомный вариант Здесь что-то Приколхозились Потому что На заклепках На этих Мебельных саморезах Вот Если видите Мебельные саморезы Тут вообще Этот Клепка стоит Блин Ну ладно Поскольку клиент торопится Здесь тоже вот такая же Вот История с этими гайками Но В данном случае Мы что сделаем Мы просто Их сейчас посадим На фиксатор резьбы Анаэробный Чтобы они больше Не откручивались И все С той стороны Я уже посадил На фиксатор резьбы Почему это С той стороны Произошло Потому что От вибрации Открутился Один из болтов Вот этих вот И вот это все дело Посыпалось в фильтр Ну к счастью Это не привело Никаким Тотальным последствиям Но теперь мы это все посадим Сейчас на фиксатор И больше эти гайки Болты Откручиваться У нас не будут Все Всех обнял Не ломайтесь Вовремя ухаживайте Обслуживайте технику И она вас Никогда не подведет У нас на улице Дожди идут Второй день И льет дождь Просто-напросто Льет 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 И льет И льет Без перестана А вчера Вечером был град Вот с куриное яйцо В интернете В инстаграме В тиктоке Везде гуляют Эти ролики Что в Астане Прям побили машины Вот такой град С куриное яйцо Но в нашем районе Да вот на окраине города У нас такого города Не было Это был там В стороне левого берега Скорее всего Вот даже сейчас град идет Град говорит Как дождь Всю ночь шел Вчера Весь день шел Короче вот такие пироги А По поводу моей коллекции По поводу моей коллекции Если вы все знаете Что я занимаюсь Коррекционированием Старых ретро вещей То есть Эпохи СССР И сегодня На глаза мне случайно попался Ну как Мне его пришлось купить В журнал Огонек Тут у меня тоже Тут Небольшая Советская коллекция Фотоаппаратов Ну вот Сегодня Пришел журнал Огонек Ну как же пришел Я его купил Случайно мне попался на глаза Издательство У него Тираж Датируется Сентябрь 90-го года Ну и Этот Лицевая Обложка Вот она как раз Попала в мото тематику Я решил его все-таки Приобрести В свою ретро коллекцию Журнал Огонек Вот он издается С 1 апреля 1923 года Было первое издание В городе Москва И вот с тех пор Он по-моему Выпускался По какой год Выпускался Я не знаю Но дело в том Что в фильме Место встречи Изменить нельзя Шарапов Я дабы его Опознали В руках держал Именно Журнал Огонек Ладно Пусть так лежит Поэтому Пополняется Немножко коллекция Здесь у меня Вот такой хрусталь Есть Кому интересно Я не знаю Вот бритвы Но это часть коллекции Все это Там Чехословацкий Еще какой-то Хрусталь В общем Теперь он стоит У меня в гараже Ладно Все парни Не ломайтесь Обслуживайте Вовремя технику Блин Хоть Причесаться Все давайте Парни Пока До новых встреч